Привет, друзья! Вот я постараюсь сейчас, особенно для молодых, для ищущих, для любознательных, в нескольких словах буквально сказать такое-такое большое мировоззрение, вмещённое в такой компактный, так сказать, контент. Сразу скажу, что вообще для всех, что гений – это способность систематизировать в единую картину меропонимания из самых разных областей причинно-следственные связи и явления закономерностей. Вот такими способностями обладали Платон, Сократ, Аристотель, Лозанов. Я не случайно эти фамилии перечисляю, чтобы вы потом поняли, о чём я говорю. Ну, Лозанов, Узнадзе, Бехтерев, Райков, Чикскен, Михаил, да, друзья, Анохин, академик. Итак, Павлов, да, ну, конечно, конечно, мгновенное обучение. Вы представляете себе, это будет очень неожиданно, то, что вы сейчас услышите, а если вы это всегда знали, вы прямо там в комментах мне и напишите. Мгновенное обучение. Например, формирование фобии. Также можно произвести обучение любому знанию, навыкам и умениям, так как фобия формируется по механизму, внимание, интенсивного взаимодействия в нейросетях головного мозга между фактором и реакцией на пике напряжения, как условный рефлекс Павлова. Например, резкий страх преобразования фобии, вызванный потери баланса и дезадаптации восприятия в связи, например, скачка артериального давления и дезадаптации восприятия в связи, например, аллергического удушья, мог закрепиться при появлении мысли о том, что это может повториться, или при том, что кто-то при этом мог это вам сказать, как бы косвенно, а вы могли это случайно как бы услышать. И у вас, когда происходит на пике высокого напряжения, а это происходит, когда вы теряете баланс, выходите из привычной ситуации адаптированности, ну, я сказал, например, при скачке давления там, или при удушье, или, например, вам просто покажут фокус, или, например, разорвут вам стереотипы, разорвут шаблоны, и вы в удивлении, и в этот момент замирания у вас такое высокое напряжение, потому что вы не знаете, то есть в мозге у вас получается, в системах нейросетей, место этому новому в сетях, пока найдет мозг, в этой неопределенности у вас возникает, поэтому и напряжение, и поэтому, если там, например, просто вас согнуть вот так вот в полумостик, в непривычное положение, у вас напряжение высокое, или, например, если вы утром проснулись и потягиваетесь, у вас напряжение высокое. Если в этот момент вы себе представите, почему я сказал УЗНАЗа, установка УЗНАЗа, что целый день пройдет хорошо, вопреки всем обстоятельствам, это получается, что вы сделали себе мгновенное самовнушение. Происходит мгновенное обучение, и вы на самом деле целый день себя хорошо чувствуете. Я не знаю, насколько я понятно говорю. Если что-то из этого, то, что я говорю, непонятно, вы напишите мне в комментах, сейчас я чуть-чуть скажу еще пару слов, и остальное продолжу в следующем ролике, потому что я хочу сейчас, чтобы больше и больше сюда подключались любознательных людей, молодых людей, и людей самого разного возраста, потому что только почемочки становятся великими, любознательными, а остальные становятся исполнителями. Так вот, я думаю, мы все любознательные люди, просто мы об этом не знаем. Не все знаем. И так дальше. Вот этот пик высокого напряжения, который создается при формировании фоми, точно так же, который вы можете смоделировать, точно так же вы можете сделать в любой ситуации, разорвав привычный шаблон. Так вот, здесь происходит при потере баланса и адаптированности повышение внушаемости. В этот момент такое высокое напряжение может быть, что при этом, если кто-то что-то скажет, может моментально сделаться, как говорил Хаббард, это энгромонно. Ну, человек чувствует там в первом страхе, вдруг появилась мысль, что может это повторяться, или наркоз испытал, или боль сильно испытал, и вдруг появилась мысль, что это может повторяться. Ну вот, научение моментально происходит. И получается фобический такой синдром. Так точно так же делал, например, Райков. Но другим способом. Он в гипнозе это делал. Он внушал в гипнозе детям, что они лучше будут рисовать, что они гении, и они лучше рисовали. Потому что у них не было страха ошибки. А мы же это делаем за счёт разблокировки ума и тела. Мы делаем это за счёт снятия нервномышечных зажимов, например, упражнением хлёвого, с упражнением лыжника, то есть действием, подбираемым под текущее состояние, чтобы снять напряжение. И в этот момент можно то же самое делать. Потому что там происходит в условиях, в условиях либо раскрепощения, либо высочайшего напряжения, максимальная фиксация внимания на сочетание двух или более объектов, которые формируют между ними связь, как в едином объекте. Таким образом происходит обучение мгновенное. Так вот, посмотрите. Был такой человек, которого звали Лозанов. Это болгарский учёный, который создавал методику интенсивного обучения, которую потом пользовалась и Китай-Городская профессора в Московском университете, когда у многих появилось желание изучать иностранный язык, переезжать куда-то, уезжать куда-то, в командировки ездить и так далее. Так она использовала методику Лозанова. Она сама говорила, что она не очень поняла, в чём там механизм, но применяла его. А в чём там заключалась? Установка. Почему я произнёс имя «Узнация»? Установка. По моему мнению, установка, в моём определении, это предварительное распределение психической энергии на предполагаемую реакцию. Так вот, дело в том, что у нас есть страх ошибки, у нас есть другие блоки, другие барьеры, у нас есть, например, такие представления, что мы не можем за полчаса выучить 5000 слов. Ну вот это представление нам мешает. Как говорится, ограничивающие убеждения. Когда мы делаем раскрепощение с помощью приёмов саморегуляции по ключу, или когда мы находимся в моменте неожиданного страха, то есть, когда выходим из баланса, как я сказал, на самом деле у нас, когда происходит разрыв шаблона, мы переходим из одного состояния, стационарного, например, состояния суетности мыслей, напряжения, тревожности, мы переходим лавинообразным способом, количественно-качественно, переходим в совершенно другое качественное состояние. Вот этот переход резкий, он иногда называется квантовым переходом, иногда называется, ну, по науке более правильно, триггерный переход. Там меняется биоритмика электрической активности мозга. Так вот, при этом переходе, вот как раз таки, когда мы вышли в нейросетях на состояние, когда мы можем одновременно фиксировать внимание на нескольких объектах, то, что называется ещё по Чизкен-Михаи поток, потому что он говорил в своей величайшей теории о том, что в обычном состоянии люди фиксированно могут мыслить фрагментарно только, ну, мы находимся тогда, как в туннельном зрении, говоря своими словами, когда человек выходит в поточное состояние, когда он занят любимым делом, любимым делом занимается, ему сейчас не до чего, он так, настолько сосредоточен, что там происходит пробой и открывается его, условно говоря, вселенная, которая ему помогает решать его вопросы, решать его задачи, совершать его деятельность на автомате. Пожалуйста, запомните это слово. Переход из одного состояния в другое происходит в условиях, когда количество переходит в качество, когда у нас какое-то действие, которое вам хочется продолжать, вы продолжаете. И в этот момент происходит вот этот лавинообразный переход из одного состояния в другое, в котором вы можете внушить себе, что вечером, например, вы сможете запомнить пять тысяч слов, в котором вы можете себе помечтать, например, что вы иностранный язык выучите за несколько дней и прочее, и прочее, и прочее. Так что, то, что делал Райко, внушая в гипнозе, вы можете сделать сами себе без всякого гипнотизера. Да. Ну вот, или мечтая об этом на фоне левитационных приемов. Я мечтал на фоне левитационных приемов, что рисовать будут только шедевры и не обучаясь никогда ни в какой художественной школе, да, через год-два сделал выставку, и когда сыну, Олену, сказал, Олен, давай через год сделаем выставку, а он мне говорит, так, папа, мы же рисовать не умеем, и я член союза художников, и он член союза художников, и много-много выставок сделали, самых различных. Так вот, оказывается, научение может быть мгновенным за счет снятия блоков, а блоки мы можем снимать осознанными действиями, о которых я скажу в следующем ролике. Итак, я начал с того, что как формируются фобические неврозы, по этому же механизму можно обучаться мгновенно любому другому действию, да, а вообще, кто не любит думать, я могу научить, что когда вы можете подумать о том, что мышление, поиск какой-то истины доставляет вам невероятное удовольствие, мы можем соединить, таким образом, мы можем соединить процесс мыслительный с чувством удовольствия, и вы все превратитесь в мыслители. я пошутил, потому что вы и так мыслительный, а я шутник. Итак, до встречи, друзья, пишите мне там комменты, что понятно я сказал, что непонятно, а вот я вам еще скажу, то, что вот это взаимодействие, которое между половинами мозга и другими частями мозга происходит в разные моменты, оно может быть конкурентным, и оно может быть синергетическим. Вот обучение мгновенное основано на синергетическом взаимодействии, а я вам подскажу, как его создавать, потому что я обучаю изобретателей. Итак, до встречи.